все друзья мы отправляемся в путешествие чемоданы сумки собраны данька уже грустит не хочет никуда ехать аллергия на глаза пошла от чего-то непонятно чего а поезд у нас почти в час ночи поехали в путешествие было у нас быть без приключений такси все встали пробка страшная ничего не двигается я говорю да не осталось 25 минут до поезда выскакиваем и бежим просто на поезд иначе мы не успеем но все на старый путь дать мороз пиздец какой холодный погнали вагон так у нас первый вагон на 100 процентов будет самом конце вы друзья что вы думаете порвался пакет разорвался один подарок просто разлетелся рассыпался кошмар на самом деле взяли пиздец данька замерз мы пробежали 9 вагонов даже 12 зря а наш первый был вообще невнимательный с номер один просто а проводник сказал никакого шампанского так у нас нет стаканов поэтому данила сейчас нальют мордовский ситр а мне будешь бутылку отдать я буду с бутылки пить чо ну как тебе осталось 6 часов вкусно какая по счету это коробка доширака это купил 6 ты купил 6 и я зале этого было 8 нормально еще 8 коробок вот одно не хватило еще тут но прибыло дома 9 ночью и получается не ел мать вообще нормально надо брать с собой диспочек лучше домашний день это нереально здесь картошечка очень жарко друзьям ярко светит солнышком плюс 9 градусов когда в москве сейчас минус 29 ну что дань красная шапка тебе под вагон подходит часы мы приехали погнали это увлекательный был аттракцион сутки 17 часов привет сутки 17 часов я не знаю ой друзья что вы думаете где я залез в подвал у нас здесь что хочешь конечно залез просто в старый шкаф детства который был кот у нас на квартире я думаю у многих были такие шкафы правда вот там куча старых журналов вообще просто легендарных я сказал еще тут нашел такую штуку когда я умудрился ее купить я даже не знаю для того чтобы сеять удобрения траву а еще для того чтобы рассыпать реагенты на снег зачем мне было это нужно я не знаю но я нашел друзья роюсь мне ностальгия мое детское одеяльце представляете когда я был маленький даже помню пахнет так немножко все сырости но все чистенькое все в контейнерах все в баках все сложено новогодние игрушки сейчас на эту елку я уже нашел снеговика где я там праздник друзья по снеговику слушайте уже много лет одно время у меня было их целая куча в москве но господи него еще в руках маленький снеговичок но я когда-то давно много лет назад привез его маме может быть когда ну лет семь назад точно и вот она ведь всего прятала пакетик он такой еще чистый мои все уже убились а этот еще живой господи нашел книгу из детства михаил михаила шелохов и дотка и другие я так любил эту книжку в детстве просто обожала за ее картинки какие здесь усатые дядьки господи это моя открыточка из детства я и маме открывается интересно поздравляю вас лёня вообще это я делал мимозу для мамы такая вот милота господи ностальгия друзья ностальгия я очень запомнился тогда этот веснушатый мальчишка в детстве кстати похож на меня сколько я нашел здесь всякого хлама друзья в пакетах это все новый год из этого всего я создал красота главное это творческая составляющая не страшно подумать что здесь но я уверен что именно здесь находится елка ну что этот нашел понимаете друзья тут хожу вам снимаю всякие обзоры по магазину у меня все есть крыму мне кажется что я но первым делом я начну собирать шары обратно посмотрите сколько всего я нашел нового года друзья все новый год на самом деле разбирая здесь все эти вещи вспоминается очень много всяких веселых моментов классных веселых трогательных но мне стыдно плакать на камеру потому что это истинные эмоции осознавая что все вперед а нам очень сложно терять близких завтра расскажу вам эту историю как появился этот дом слезы радости за то что сидел продолжается все очень круто приходит время у близким покидать нас ну достаешь ты мешки конечно вспоминаешь очень много хорошего своих близких как это все происходило как это было сейчас так это не минутка какой-то грусти а наоборот друзья мы должны понимать что все что не делает нас все что не ранит нас в этой жизни делать настолько сильнее так что не унывайте все очень круто что я еще нашел друзья а это и нашел пыльные закат очки которые мы создавали вместе с регинкой сейчас если я постараюсь найти где-нибудь вам видео и собрать как мы весело делали наши первые закрутки теперь-то у меня будет дом я буду стараться делать чаще такие вещи друзья нашел старый веночек сейчас придадим ему жизни украсим его и у нас будет новогоднее настроение рождественское мы все пытаемся встретить новый год но забываем про рождество и вот рождество и решил стоять в своем доме это конечно не мое гнездо где я родился я вырос я родился вообще там вообще черти знает где в симферополе страшных условиях но моя мама получила квартиру с бабушкой я вам отдельно расскажу эту историю для этого я сяду прям распишу вам накидая фотографии ну короче пусти как круто уже сразу рождественское настроение друзья богатство просто в тазах таза богатство целый ящик нужно разобрать здесь есть бусы но они наводил но они очень красивые очень я их обожаю друзья здесь просто залежи залежи богатства всякого моя мама друзья собирала фольгу красивую из-под конфет чтобы сделать игрушки на елку еще одна мелота такая коллекция у нас игрушек но они не настолько уж и старые древние все это новоделы но мы не будем нажать в моей любимой гамме вот в такой так ну все красота все мигам все в новогодней сказке реклама данечка как всегда силы сделает волшебным и сказочным дай пять утра пошли спать пошли нам на завтрак скоро господи друзья ну вот такая вот елочка у меня наряжу ее натуральными ветками и гирлянду сейчас поедем кухню так ну что друзья елка почти наряжена осталось купить гирлянды и что могло вчера произойти друзьям и до 10 утра шарахались это разбирали игрушки пока все повесили пока все разложили покатываемся дом 2 часика поспим и поедем в город позавтракаем мы все проспали так что катастрофа друзья катастрофа пойдем смотреть ночной город и надо купить еще где-то гирлянду все гаданием новогодним рождественским готовы и томатный сок это пушкинская симферопольская арбат на мой родной симферополь дай нам туда на пушкина это пушкина это была карла маркса это так знаю хорошо город симферополь свой да вот пушкин скорее всего старый арбат можно сходить на холопа либо на бременские музыканты гения ходила на холопа сказал что 40 минут рекламу я не разговаривал нет она стали закладывать либо можно послушать музыку вот 5 дайсинг если бы не было тебя наша города небольшой дать то завернешь на еще одну улицу и конец ну что в городе есть развлечения можно вот сфотографироваться на лавочке например вот очередь людей все хотят пофоткаться чем бы нет в общем городе людно людно и прилюдно так а это самый большой цирк где когда-то кстати работал как говорится работал в цирке но все равно жизнь это цирк было елка в цирке да то ли ты сказал это да это самая основная центральная йорк елка города симферополь но теперь дань ты видел все ты видел крым мая ты видел крым на новый год еще не меняет возвращаем и сапог а сапоги всегда в крыму к длинные чулки колготки и короткие юбки у девчонок а еще челки и выпрямленные волосы и темный цвет это что центральный универмаг типа гума да данечка это наш гум центральный универмаг когда я был маленький он был центральным универмагом а когда была моя юность и я был в таком возрасте как ты этот магазин назывался стиль по это был большой торговый центр да это было стиль по и там продавали продукты и вот когда крым вернули россии то он стал центральным универмагом фларио групп а это вот мозаика она вообще всегда неизменная просто я был маленьким она всегда была здесь и сейчас она здесь до сих пор а вот это самая известная симферопольская пиццерия квадроформат с маленькой пиццей там обычно никогда нет мест может зайдем надо перейти дорогу да там так вот еще друзья красивая зона симферополе с красивым снеговиком да вот там красивый снеговик тоже молодцы красиво украсили иди сфоткайся здесь ими да очень украсила свой вход но вот не подумала вообще о своем заднем задней части как говорится не подумала о своей жопе как говорится и выглядит все конечно отвратительно там красиво а тут все у бога так открыли сочно точно где раньше был фламинго по моему магазин вот старая крымская пиццерия вот так она выглядит она просто легендарная ну что донька заходи пошли здесь вот такая красивая печь старинная но местом как всегда нет нету давай два стульчика смотрите рядом есть место там все 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 свободно а здесь все занято так ну что друзья пицца нам не видать потому что аншлаг заказ ждать минут 30-40 и в итоге мы отправились дальше не вкусив крымской пиццы ну я то ее ел конечно это маленькие такие пиццы сочненькие жирненькие как любит делать наша наши бабушки такая пицца ну бабушки 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 это цвет цветы все так же можно купить в переходах в переходах вот здесь обычно торговые ряды видимо просто уже но с другой стороны многое не меняется что-то всегда постоянно холодильники появились то вас и серьезно ничего что стены разбиты зато новогоднее настроение все говорю все украшения новогодние настроения поднимаются разу и красивые листики игрушки всего веточки нашли красивые мэри берри она вновь вернулись на карла маркса и пойдем моя любимая кафе который называется бланшери выставить летняя площадка вот они здесь находятся я их обожаю везде всегда их пиарю бесплатно за свою любовь вот они какие классные на праздники мишки у них сидят данька пошел гостей полный зал друзья очень много заведений которые тоже работают сейчас новогодние праздники но здесь совершенно другая атмосфера на европейская мы сейчас станем куда за этот столик что будем заказывать друзья посмотрите как круто нарезан синтепон но это и синтепон тоже синтепон который горошками называется холофайбер короче это синтепон который надробили на кусочки и назвали его холофайбер но елка очень красивая молодцы вообще и оленятки там ям да друзья я завидую тем кто живет симферополе потому что у них есть это кафе я бы наверное если бы здесь жил питался бы только в нем а ты дай я не завидую нет в москве дорогой дольщиков здесь очень вкусно здесь правда очень вкусно а данька конечно юношеский максимализм все у него везде лучше чем сейчас микрофон дать микрофон дай я сказал что я живу в столице мира город москва у нас еще много замечательных так друзья ну что мы как всегда вкусненько покушали бланшери в кафе 23 как всегда первый раз поужинали в этом кафе я может не первый раз уже я здесь ужинаю но обычно я только завтракаю но поужина тоже есть прикольно у них единственное что там ям как рыбный хороший суп французский не не луковые как французский хороший рыбный суп с проваренными ракушечками там с этими делами я такое не очень люблю а так вообще хороший суп классная пицца просто вообще и атмосфера незабываемо